Во вторник в 14.00 по военному строго по расписанию участники международного юноармейского патриотического автомарша дорогами сибирской славы Красноярск-Брест-2021 прибыли в Нижний Новгород и торжественно развернули масштабную копию Знамени Победы. И это в очередной раз позволяет нам задуматься и вспомнить тот период нашей страны. И ребята пропускают через себя и тем самым понимают всю силу, которая есть в российском народе. И конечно, если мы не будем помнить наше прошлое, мы не сможем создавать настоящее и тем более будущее. Поэтому я очень рада, что наши юноармейцы стали частью этого мероприятия. И то, что этот маршрут прошел через Нижний Новгород, но это конечно не случайно, поскольку Нижний Новгород город воинской славы, город, который внес существенный вклад в победу, которая была в 1945 году. В составе участников автомарша прибыли лучшая пятерка юноармейцев из зональных округов Красноярского края. Всего участников 14 человек. Встреча прошла в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области. Конечно же, что мы идем с большой миссией. Сегодня мы, прежде всего, показываем, что в этом году все отмечают 800 лет Александру Невскому и, соответственно, 80 лет трагической дате начала Великой Честной войны, которая самым первый был удар со стороны именно фашиста на Брестскую крепость. Подобные мероприятия юноармейцы уже провели в Новосибирске, Кемерово, Омске, Екатеринбурге. И вот уже Нижний Новгород позитивно принимает автомарш, который затем отправится по маршруту Ржевск, Витебск, Могилевск, Минск. В конечном пункте мемориального путешествия в городе Герои Бресте ребята должны оказаться 30 июня. Честно, это очень ценно и очень важно для меня, потому что быть на таком мероприятии сможет не каждый. И получается, я смогла сюда приехать, встретить их, и это получается гордость. В путешествии участников сопровождает православная икона Александра Невского, наиболее известного небесного покровителя российского воинства. По окончании автомарша икона будет передана в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот». Владимир Смирнов, Алексей Калякин. Время новостей.